Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы с вами разберем вот этот вот джемперочек от Zara. Он буквально недавно появился на страничке у них. Очень простой. Девчонки, на самом деле, если вы связали хотя бы один джемпер в своей жизни, то вы легко с ним. Поэтому я решила сделать вот такой вот экспресс мастер-класс. И я думаю, очень легко вы справитесь с этим джемпером. На самом деле, это базовая модель, которая действительно должна быть. Она вне моды, вне возраста. Она просто должна быть у каждой женщины, я считаю, мое мнение. С теплой горловиной, свободная, теплая. Но тут она представлена, конечно, короткой, вариант как бы молодежный. Но мы же можем сделать длину такую, как мы хотим, правильно? Это же уже зависит от нас. Итак, спинка, перед. Вот такая вот деталь. Ровная абсолютно. Я не вижу выемку на пройму. Из того, что я вижу, представлено на фотографиях, проймы там нет. Там просто ровная деталь. Резинка связана резинкой один на один. Далее полупатентная резинка, либо английская. Я бы рекомендовала лучше полупатентную. Она, по моему мнению, она больше такая компактная, держит форму. А вот английская, она такая потом и растягивается. Поэтому для свитеров я рекомендую полупатентную. Я ее люблю больше. Что касается ширины. Ширина, в общем, достаточно свободная. Рассчитывайте на то, что это свитер оверсайз. Если будет больше, не страшно. Вот будет страшно, когда будет мало. Если есть какой-то лишний вес, то уже каждый бок и пузико, оно все будет отпечатывать. Поэтому в этой модели я рекомендую. Чем больше, тем лучше. Вот это мой вердикт. Итак, мы связали резинку, где-то 10-12 сантиметров. Я там вижу на белом, а в том синим. В общем, 10-12, не больше. И сразу же переходим. Никаких убавлений, добавлений, ничего. С резинки мы переходим на полупатентную резинку. Здесь, я вижу, просто должны быть вот эти скосы плечевые. Их мы вяжем. Либо закрываем. Так как петель у нас будет немного, поэтому, то я бы сказала, что здесь мы закрываем где-то по 4 петли, не больше. Потому что, действительно, вязка очень крупная. И петель у нас тут много не будет. А два закрытия нас не спасет. Оно не даст вот этого нужного скоса. Что касается выреза горловины. На передней детали он больше, на задней детали он меньше. Вот. И что я вижу? Я вижу, вот именно в этой модели незаконченными рядами связано это все. То есть, если вы чуть более опытная рукодельница, да, то, вязальщица, то делаем вот таким вот. И при том, что вот эти незаконченные ряды идут у нас от центра, и вот так по одной петелечке сюда. Таким вот образом. Вот. То есть, здесь вы закрываете, оставляете по 4 петли, а здесь по одной петле и вбок. Ну, я нарисовала круглый, на самом деле этот вырез получится вот такой вот, если по одной петле оставлять. При этой вязке. Это только касается этой вязки, девчонки. Если другая, она уже будет совсем по-другому. Вот. Поэтому, здесь тоже мы делаем этот вырез незаконченными рядами. Здесь закрываем по 4 петли для скоса. То же самое здесь. Если вы новичок, то вы просто закрываете здесь 4 петли, а здесь 1 петлю. Я бы сказала, что на передней детали мы начинаем делать одновременно и вырез горловины, и вырез, и вот эти вот скосы. А на спинке мы сначала начинаем делать скос, а потом, не довязывая рядов, наверное, 8, начинаем делать. Но здесь у нас, мы оставляем центральный, здесь у нас уже не получится сделать как бы по одной петле. Мы оставляем петли вот здесь вот, а далее штук 3, наверное, 3 достаточно. По одной еще как бы передвигаемся, вот. Точно так же, как здесь, то есть мы сначала вяжем в спинке, да, мы сначала вяжем, то есть мы сначала вяжем вот незаконченные так, а потом вот продолжаем вот таким вот образом. То же самое и здесь. Вот, кто делал их хоть раз, он понимает, о чем я говорю. Кто не делал, вяжите обычным, совершенно обычным способом, просто закрывая здесь по одной петле, здесь по 4 петли. У спинки, вы потом посчитайте, сколько у вас здесь ушло на горловину, у спинки вы просто 6 отнимите от общего количества петель, и вот эти вот петельки закройте в середине, которые останутся, чтобы достичь вот того же, как бы, той же величины выреза. Вот и все. Пройму, я же говорю, пройму я не вижу в этом джемпере. Далее рукав. Рукав у нас, он очень мало, как бы, расширяется, он почти, почти практически ровный, поэтому мы набираем петли. И, как я вяжу и как я рассчитываю, вот я всегда начинаю вязать со спинки. Вот я вяжу спинку, да, довязала до верха, сделала горловину, вот рассчитала эту, как бы, тут проще всего рассчитать эту горловину. Вот, вы ее начинаете делать, когда у вас почти 16 петель здесь осталось, да, вот, то есть вы уже начали закрывать по 4 петли, и осталось 16 петель до вашего, ну, то есть вы на ровной детали определяете, какую ширину горловины хотите. И вот до нужного, вот маркером отметили, до нужного момента вам осталось 16 петель. Это я так по вот этим закрытиям говорю. И вы начинаете делать этот вырез. Вот эти петли вы, сколько у вас в этой части посчитали, допустим, у вас тут 30 петель, да, и вы знаете, что здесь вам нужно закрыть по 1, и здесь по 1, 3, и здесь 3. 30 минус 6, то есть 24, это я, эти цифры ничего не значат, это я, к примеру, говорю, как считать. И осталось 24, то есть 3 у нас пошло здесь, 3 пошло здесь, а вот эти средние 24 мы закрыли. А здесь мы начинаем от центра делать по 1. Либо, если не хватит вот глубины выреза, либо вы считаете, что будет большая глубина выреза, вы тоже закрываете какое-то количество по центру. То есть уже по спинке вы определите, сколько вам, у вас здесь будет высоту рядов. Почему я вяжу сразу всегда спинку, потому что мне потом легче вычислить глубину горловины. Вот, и вот уже по этой, по спинке вы определите, допустим, здесь вам надо закрыть 10 петель. Это я говорю, что в образце, как бы в оригинале у нас там по 1 идет от центра, возможно, вам этого не хватит по 1 от центра, да, учитывая вот эту вот ширину вашей горловины, то, что вы померили по себе, ну, по вашему образцу. Вот, поэтому учитывайте это, учитывайте эти, как бы, числа, то есть глубину и ширину горловины. Возвращаясь к тому, что я говорила, когда вы закрыли, вот здесь вы маркер оставили к вашей ширине, здесь вы уже закрыли, как бы, вязали целую деталь, и у вас до маркера осталось 16 петель, и здесь до маркера осталось 16 петель. И вот в этот момент вы закрываете средние, сколько вы высчитали, и довязываете 6 рядов отдельно. Вот, вы спязали спинку, потом по спинке вы определили глубину горловины переда, и уже по посчитанным рядам, сколько здесь, вы определили, сколько вам нужно закрыть здесь петель, то есть по рядам вы уже знаете по спинке, сколько у вас до конца деталей будет рядов. Сможете закрыть 10 петель здесь, и 10 петель здесь по одной, чтобы была лодочка. А у вас 30 петель, да, по центру, вот в нашем образце 30, 30 минус 20, это значит, то есть 10 и 10. У нас остается 10 петель бесхозных, которые мы закрываем вот здесь, вот передней деталь. Вот, я надеюсь, это понятно. Как же я считаю рукав? Рукав я всегда считаю, беру ту же спинку, складываю пополам, прикладываю вот так вот руку, и определяю, сколько я хочу ширину рукава. Вот так я сложила, допустим, эта деталь спинки, здесь сложена. Я приложила руку и посмотрела, вот так вот у меня эта деталь, и я тут же по спинке посчитала, сколько петель. Я знаю, сколько мне нужно петель. Вот вначале я посчитала по резинке, сколько мне нужно, и здесь я посчитала, сколько мне нужно. Ну, то есть в готовом виде по спинке это легко очень определить. то есть я знаю начальное количество петель и я знаю конечное количество петель у меня есть моя плотность вязания по которой я определяю в каком ряду и сколько петель мне нужно добавить вот вот это мои расчеты делюсь я всегда считаю так вот далее я вижу там а как он там есть и он там нужен я считаю потому что ровный рукав я понимаю что это просто связать ровный рукав ну поверьте мне нужно делать склон особенно при спущенном рукаве и нужно делать маленький а как тогда садится вообще идеально здесь по три петли неважно сколько просто выкать заканчиваете рукав незаконченными рядами либо в начале каждого ряда закрывать и по три петли то есть высоту да вы знаете вы ее определили длину рукава вы определили по спинке по спинке легко мерять длину самого изделия тем более здесь не нужно вычислять пройму этого ничего не нужно вы просто вяжите спинку до верху и делаете горловину и и потом уже пляжете от спину а потом что а потом сшили рукава ой сшили плечиком вшили рукавчик сшили боковой шум набрали по горловине там в этом в оригинале смотрите там совпадает узор на горловине что выглядит безумно красиво мне очень нравится девчонки поэтому этот постарайтесь так чтобы у вас это все тоже получилось вот именно чтобы вы попали в узор когда будете набирать горловину вот если вы вязали незаконченными рядами это у вас легко получится потому что у вас останутся эти петли которые вы закрывать не будете вы будете вы сошьете просто плечики крючочками или иглой открытые петли и оставшиеся петли горловины просто завяжите из него из них все девчонки я надеюсь всем понятно все девчонки на сегодня я с вами прощаюсь с вами была вика школа рукавелия всем пока пока а джемперочек это отвязать надо всем он всем он нужен все пока мои родные